всем доброго времени суток с вами канал артмами и сегодня у нас видео обзор из магазина озон я заказал опять покупочку это моя уже третья покупка и она сегодня очень очень маленькая довольно маленькая здесь всего две коробочки у таких она коробочка прям совсем маленькая она прям такая легенькая очень вот покупка моя была на 300 на 3584 рубля где-то так вот и давайте ее скорее откроем потому что мне тоже любопытно вот нам понадобится такой канцелярский ножичек сразу же я вижу карточки я заказала развивающие для димы я на самом деле хотела рисовать диме сама карточки но ей хочу рисовать уже почти целый год и никак у меня нет времени начать это делать я хотела начать делать это вместе с вами и просто никак каждую вещь я очень сильно устаю вот здесь вот она деревья плоды и листья то есть это с деревьями их несколько у меня таких пачек так также здесь у нас карта памяти для моей новой видеокамеры то есть одну мы с папой купили и папа предложил вторую давай тебе еще одну купим тебе одно не хватит поскольку я помню что моей первой камере хватает одной карты памяти и вторая у меня постоянно просто валяется и зачем-то там таскаю с собой всегда в путешествие но она никогда не нужна там по-моему уже полтора года моей видеокамере и где-то раза два наверное всего была она мне вторая нужна вот я подумала зачем а на второй камере оказалось качество гораздо лучше и конечно вторая карта памяти обязательно будет нужна здесь она стоила около 1000 рублей 900 там сколько-то а в магазине в днс мы с папой покупали вот такую вот за полторы тысячи то есть разница в 500 рублей представляете и также в ситилинк я взяла такую же карточку за 900 рублей тоже то есть в интернет-магазине гораздо дешевле и экономнее покупать здесь 64 гигабайта 10 класс вот здесь кстати микро поскольку у меня вторая видеокамера на микро снимает она очень легкая очень хорошая на нее кстати обзор скоро уже будет также заказала крем маска маска для лица 100 лиц от красоты мне очень подходит это вот именно этот бренд мне очень нравится от него многие 7 активных масел стоило на где-то 84 рубля по моему что ли сейчас не помню вот у меня от него и скраб по моему да два скраба там один пилинг что называется как-то так скраб и маски у меня до этого были они все уже закончились и крема были вот чистые линии мне кстати еще нравится тоник так ну и конечно как же без бумаги бумага это обязательно она пустая чтобы видимо посылка не упрыгала так ну и все коробочка пустая то есть тут как раз было на тысячу рублей изначально первая покупка там кстати написано то что якобы будет покупка вас ждать один день а на самом деле ничего подобного покупка ждала где-то дня три-четыре-пять потому что мы не успели ее сразу забрать забрали ее гораздо позже вот и пока ее отставляем сюда вот к нашей черешеньке и открываем вторую вторая чуть-чуть потяжелее причем на один блок вот сюда вот сейчас узнаем даже стаканчик нарисован то что переворачивать нельзя люблю на самом деле такие коробки успаковывать всегда интересно что там и как там положили так поехали ну как же без бумаги опять никуда 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 без бумаги так дольки вот такие я купила они с жидкостью наверное внутри кстати довольно большие на сайте они показались мне такими маленькими я думала еще брать не брать так это дольки лед многоразовый апельсиновый рай в сетке его короче замораживаешь и потом можно его положить в коктейль в чай я очень люблю чай со льдом чай со льдом кофе со льдом то есть я не пью горячий я пью не холодный а теплый только теплый еду теплую ем вот и постоянно ставить туда лед в силиконовой форме приходится ставить сначала на поддон какой-то с этим поддоном туда отправляешь в морозильную камеру не дай бог чтоб там не развелось по пути или там в морозилке и все это очень сложно иногда забываешь налить забываешь положить в морозилку а тут тебе вдруг срочно хочется чая а он горячий и ждешь его пока он там остынет а тут вот альтернатива немножечко другая они кстати довольно жесткие такие ну да такие довольно сейчас покажу поближе вот они конечно это не настолько экологично пластмасса кто-то сейчас там скажет наверное но не знаю я хочу попробовать попробуем он где-нибудь окажется в каком-нибудь влоге обязательно смотрите вот ставим его сюда так ага здесь у нас мешочек в нем завернуты сейчас покажу что здесь я заказала тушь она была прям много отзывов на нее было много раз ее заказывали я решила тоже заказать сейчас я смутно помню смутно помню его мосеак объем 3d объем ну должны быть наверное реснички длинненькие и может она как будто открытая ну ладно посмотрим ее еще никто не открывал да здесь самая обычная кстати щеточка мне кажется что именно такая самая-самая обыкновенная щеточка делает ресницы довольно большие ну ее тоже потом попробуем тоже увидеть ее в каком-нибудь влоге где я буду красить также здесь против выпадения волос шампунь специальный я когда-то очень давно наверное лет 10 назад такой покупала он мне помогал и снова столкнулась с такой проблемой что у меня начали выпадать волосы сейчас вроде немножечко поменьше я немножко другой шампунь сейчас пользовалась лифсева вот там тоже против выпадения волос вроде они стали меньше но тем не менее я все равно заказала здесь до 2022 года в любом случае он мне пригодится вот так аптечная агафья шампунь не знаю изменился его состав или нет с тех пор не знаю вот этот шампунь мне очень помогал в любом случае пускай он будет так ой тут уже интересно я вижу кое-что мои подарки так так же дикие животные карточки я заказала на них наверное я сделаю обзор отдельный да все вместе я сделаю отдельный обзор сейчас я распаковывать не буду вот здесь разные животные надеюсь хорошенькие но они стоили гораздо подешевле чем те которые я хотела те которые я хотела они очень быстро как-то их купили и все то есть на зоне так вроде бы пока ты собираешь покупку там тем более надо собрать на три с половиной тысячи рублей чтоб доставка была бесплатной или стоила 99 рублей ну где-то вот так вот и пока ты эту покупку набираешь там параллельно покупают другие люди у тебя просто она заканчивается вот и нужно было срочно уже оставались только вот такие вот карточки ну ладно хотя бы такие в принципе они не такие уж и маленькие здесь вот ягоды так птицы домашние и дикие животные то есть и вот деревья у меня там получается немножко другая что ли ну да немножко по размерам побольше немножко другая пчелота получилась то есть вот так вот так также я купила наконец-то хотя что-то он по размеру маленький купила монопод по-моему он называется да что-то он по размеру маленький мне казалось он там побольше а мини штатив на гибких ножках да мини штатив там было написано что он сантиметров тридцать мне казалось впрочем он стоил где-то рублей восемьсот я его купила из-за того что у него очень длинные ножки но на вид тут кажется что они сантиметров десять с чем-то наверное видимо может быть я что-то не поняла но пока не мере я перед покупкой увидела обзор там сравнивали такие моноподы триподы и был вот такой вот с колесиками и был просто с параллоном я изначально хотела купить с параллоном но оказалось что они быстро ломаются я решила переплачу лучше я деньги и куплю нормальные но я всегда за качество кстати он довольно пыльный ой прям грязный пыльный такой и также у него есть такая вот штучка также можно видеокамеру спокойно вкрутить то есть все нормально с этим вот его кстати открывали уже открытый он видимо он лежит уже давно может проверяли что ли или нет вот на него наверное не знаю будь не будь обзор или просто во влоге в каком-нибудь посмотрим так также там еще кое-что лежит но мы сначала сейчас посмотрим вот эту покупку которую я тоже очень ждала так здесь кстати вот эти маленькие пузырики у меня ребенок любит сидеть на горшке и лопатик вот поэтому я сейчас буду открывать аккуратненько чтобы эту бумажечку мне не взорваться все на вид он прям малюсенький тоже такой вот такой вот так здесь все стекло целенькое ну здесь да по-моему где-то литр с чем-то наверное а литр двести литр двести написано ну да наверное как раз здесь литр двести есть мне казалось что он будет немножечко побольше вот стоил где-то в районе трехсот рублей я как раз уже до собрала свою закупку и у меня оставалось 300 рублей которые блин нужно было что-то набрать и я как раз выбирала между таким кувшинчиком и ножом вот ну я решила взять кувшинчик думаю нож я возьму наверное это надо его выбрать его нужно потрогать то есть это не в интернет-магазине вот а кувшинчик мне нужен потому что мои уже старые они пластмассовые вот то есть вот открывается так здесь есть такая штучка чтоб ягода например не попадали и обратно накрывается немножко вот тут она крутится потому что пластмасса все-таки а там на болте и наливается тонкое стекло в принципе допустим в нем можно хранить воду или напиток я их покупаю специально для напитка у меня кувшин полтора литра но это для меня немного многовато в день вот такой в принципе будет достаточно я думаю даже можно было взять наверное даже два таких кстати с этой стороны есть болтик шурупчик вернее есть дырочка шурупчик то есть если вам нужно помыть его можно спокойно отвинтить вот эту штучку снять под ней все помыть вот также там были расцветки просто такой беленький полосочка и киви нарисован киви я не очень люблю полосочкой не захотел хотя сейчас уже хочу здесь можно самим в принципе нарисовать не передвигается вот эта штучка кстати вот так проверяют если стекло звенит значит оно чистое стекло хрусталь возможно а если тупой звук значит он там с примесью чего-то вот я всегда по магазину и пальчиком на всем вот так всегда стучу мне уже в привычку вошло обязательно надо постучать внутри немножко грязненький и самая главная закупка здесь у меня лежит последняя кстати довольно тяжеленькая такая то ради чего я начала в принципе собрала эту покупку именно в озоне это вот в основном из-за этого ну и конечно же этот репут штатив хотя конечно я его нашла в другом магазине вот но решила пришлось видом в озоне в основном вот из-за этой вот покупочки вот покупка тоже стоила 800 рублей причем самое интересное то что она то есть одна и та же вещь с одной стороны стоит 800 рублей а с другой то есть другая ссылочка на нее она стоит где-то полторы тысячи вот сначала за полторы собралась думаю ну ладно что ж теперь думаю покупаем один раз надолго надеюсь мне ее хватит вот думаю возьму за полторы тут смотрю точно такая же за 800 800 или 900 где-то так я думаю нет я лучше за 900 возьму вот вот здесь у меня палитра теней я очень давно мечтала о палитре теней чтобы тени были разные разноцветные ну знаете сейчас пошла такая мода у нас то что есть палитра теней там разных цветов тени все девушки за этим гонятся все хотят купить вот и наконец-то я уже давно очень хотела ее и наконец-то я ее нашла когда приезжал ко мне папа мы хотели в литуале купить но там не было там можно было собрать свою палитру теней но там одна такая маленькая вот штучка тень стоила 375 рублей только вот одна и чтобы собрать мне всю радугу я не знаю в какую сумму 10 штук это уже там тысячи три что-то она у меня не открывается вот открыла я ее здесь вот такая штучка у меня кстати в туалетной водичке Дольче Кабана тоже такая же штучка она открывается вот и выезжает наша палитра ооо красота так тут больше ничего нету так вот такая вот она палитра теней да тут зеленый синий цвета розовый фиолетовый нежно-розовый коричневый черный темный белый бежевый то есть вот смотрите прям чуть-чуть отсвечивает то есть вообще прям просто шикарно примерно такую я примерно искала называется она Париж вот давайте ее откроем посмотрим это вот она вот такая вот сверху штучка тут такая штучка-трючка так все это нужно кстати на столе иначе мне кажется я сейчас все это уронила не помню как там было на сайте если честно выдвигается вот она выдвигается выдвигается и там открывается еще и зеркало есть вот вот она такая получается там есть две кисточки кисточка и спонжик что ли там как называется сейчас там еще что-то откроется ну нет наверное вот и то есть тут заодно есть и пудра и спонжик да кстати сюда вот он маленький тоненький спонжик такой классный зеркальце в котором можно в принципе да это оно довольно узенькое как раз именно для глаз вот небольшое на самом деле я люблю такие вот коробочки которые из них что-то еще выезжает еще что-то вот и можно да наносить кисточка вот маленькая она кстати довольно очень жесткая тут вот такая маленькая черная черная наверное кажется будет красивее смотреться пудра не знаю посмотрим как это все конечно будет в деле это конечно вы тоже увидите каком-нибудь влоге закрываем не выезжает уже вот она просто заезжает сюда и все жалко я бы хотела еще чтобы какой-нибудь сюрприз там был выезжал и сверху здесь по бокам липучки есть такие она сверху одевается так вот и по бокам заобедливается вот и скрывается хотя честно говоря мне бы очень хотелось чтобы внутри здесь была она полностью черная то есть не прозрачная мне кажется это смотрелось бы более красиво как сама коробочка в принципе она вот смотрится довольно красиво именно в черном таком оттенке именно вот так я вам показала небольшой обзорчик с ней довольно кстати тяжеленькая такая коробочка компактная кстати она ее можно вполне носить с собой небольшой косметички что где-то там в поездке можно поправить вернее сделать макияж кстати называется профессиональная палитра для макияжа тени для век корректирующие средства для лица а плюс просто да здесь есть их сайт то есть это даже профессионально наверное профессионально считается тем то что здесь абсолютно практически вся палитра конечно она бывает гораздо больше на самом деле я хотела больше но я не нашла видимо я еще плохо пока искала но я думаю такой палитрки мне хватит наверное надеюсь на год хотя бы хватит если мне конечно понравится то я куплю еще одну так срок годности у нее до 2022 года произведена не знаю когда интересно сколько у нее сейчас 19 год середина 20 21 22 то есть вообще далеко еще можно спокойно не это не быстро тратить ее вот то есть вот такие покупки у меня получились на 3,5 рублей в принципе довольно маленькая до этого у меня были предыдущая покупка большая до этого еще больше да кстати вы наверное заметили то что я не купила шампуни в этот раз у меня не было шампуни потому что в прошлый раз я купила какой-то шампунь после которого у меня начали выпадать волосы вот какой-то неизвестный я уже потом поняла что он неизвестный что какой-то я не знаю почему я его взяла честно говоря не знаю вот после этого конечно я решила что наверное больше я в озоне не буду покупать шампунь лучше пойти один раз купить ну не один раз конечно а просто купить нормальный шампунь и немножечко его может быть экономить хотя конечно я шампунь не экономлю на свои волосы вот не знаю на сколько мне его хватит надолго если хотя бы его на месяц мне допустим будет хватать то в принципе нормально там если шампунь уйдет там рублей в 400 500 на месяц будет хватать то нормально конечно другие там покупала 100 рецептов красоты и меня обычно я пользуюсь зимой потому что зимой я никуда не выхожу то есть ну что так вот просто чтобы голова была чистая то есть не мылом же ее мыть волосы тоже были просто чистые вот на зиму не знаю может я куплю еще также карточки они кстати в руке так хорошо держатся они довольно маленькие и тушь у меня еще такая сразу пошла такая маленькая покупка у меня такая большая сумма всем спасибо за просмотр с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии также смотрите мои другие обзоры другие два обзора из озона вот что я там покупал также у меня обзор из фикс прайса мы каждый месяц и нам ходим фикс прайс покупаем я делаю обзорчики очень интересно смотреть и также мои влоги как мы с сыном сыночком моим живем моему сыну через месяц будет два года уже даже меньше месяца вот еще маленький обязательно смотрите и всем пока пока с вами был канал артмания